Продолжение следует... Занимаемся доставкой продуктов на дом. Ну, у нас React на фронт-энде и Python на бэк-энде. Немножко про себя. У меня довольно большой опыт. 12 лет плюс 6 лет с JavaScript и чуть больше с Python. Я работал в опорке. Helios — это такой xvideos.com сайт. Ну, и также организатор всяких конференций, соорганизатор. И работаю с сетевом. В общем, у меня доклад про CSP — это Communication Sequential Processes. И я сразу защищу свою презентацию от вопросов о промисах. То есть, если у вас они возникнут, то знайте, что презентация защищена. И можете попробовать и себя сдержать. В общем, какая проблема? Если чем об этом говорить? Ну, поскольку JavaScript асинхронный, у него все — input, output, event и так далее — происходит асинхронно, то как бы есть проблема написания кода. То есть, есть callback'и, callback'и, вложенные callback'и. Ну, это все приводит к какой-то, что мы называем, парамиду в Doom. Это вот очень простой пример, как легко запутать код. Ну, бывают приколы поинтересней. То есть, я понимаю, что вряд ли это написал живой человек, регенерированный код, но как только у вас есть проблема в коде, вы проваливаетесь дебаггером вот в эту вот глубину, согласитесь, что работать не очень удобно. Я бы себя примерно вот так чувствовал. Первые, наверное, 12 вложенностей я съел, а дальше уже будет сложно. Хорошо, то есть, как бы, проблема, на мой взгляд, заключается в понимании кода. То есть, парамиды в Doom и весь этот елочка callback'ов, они нам мешают двигаться быстро. Я такой не первый, и вообще-то концепция касается всех языков программирования, ну, там, как бы, в разные года были исследования по поводу чтения кода. То есть, там, начиная с 89-го, то, что я нашел в интернете, может быть, и раньше что-то было. Но в 89-м в IBM пришли к выводу, что 50% времени программист тратит на чтение понимания системы. То есть, если у вас есть парамиды в Doom в этой системе, то значит, что вы серьезно, как бы, усложняете это понимание. В 92-м году Беллабс еще, как бы, больше времени под это дело выделил. Получается, на входе 60-80%, дальше 20% с получением опыта внутри системы. Потом вот в Канаде было исследование. Они 25, они очень большие оптимисты в Канаде. Вот. В Майкрософте в 2006-м 50%. Потом вот этот чувак с Microsoft Research сделал персональный эксперимент. Он, типа, год писал и четко документировал, сколько времени на что он тратит. У него получилось 70% времени он тратил на чтение понимания кода. И в 2007-м году это был опрос в Майкрософте. То есть, 65% времени они в среднем тратят на понимание системы. Короче, кто не согласен, что это не проблема. Думаю, что ее как-то нужно решать. Одним из решений в JavaScript были промиссы. Думаю, что это сильно упростило код, упростило чтение понимания системы. Но промиссы просто превратили эту красивую пирамидку из колбеков просто в такую ровненькую пирамидку из колбеков. И принципиально ничего не решилось. Грубо говоря, промисс — это очень такой, билдинг-блок, очень такой низкоуровневый, который немножко улучшает ситуацию, но в целом она остается сложной. и подтверждение тому, что промиссы сделали частью системы, плюс появился sync-await в седьмом спецификации, хотя вроде как в теории промиссы должны были решить эту проблему. Так вот, промисс — это не единственный путь решения этой проблемы. Есть еще ряд. Я буду рассказывать про CSP. По милой CSP существует еще actor model, который очень популярна в Ирланге. И промиссы понятны. Sync-await в некоторых языках, типа Python и так далее. В общем, что такое CSP? Первое, как бы, о нем написал, его придумал Хор, Тони Хор в 77-м году, в 78-м году он выписывал на эту тему книгу. В 77-м году это был вот такой пейпер, который описывал… То есть в нем была как бы там фундаментальная проблема. Например, он не давал никакой гарантии про reasoning-лгоритму. То есть мы не могли доказывать, что будет оно работать именно так, как вы задумали. Но при этом был язык, которым вы могли описывать взаимодействие между разными процессами. Первоначально это было для мультитрединга. Но в JavaScript, если он отрядовый, то используется для синхронности. Управления синхронностью. В общем, CSP стала к центровой концепцией в языке Go. Как бы там есть Go-рутины, так называемые, с помощью которых вы управляете взаимодействием между процессами. В коллажуре это сделали в виде библиотеки Core Async, которая как бы основана целиком на этой идее. Ну и в JavaScript есть несколько библиотек. Понятно, что там первые из них были основаны на промисах, как типа очень низкорувневой базовой концепции. Ну и для них была настройка, абстракция в виде взаимодействия с CSP. И есть здесь CSP, которая основана на генераторах. Там никаких промисов нет. Соответственно, можно писать код в полностью синхронном стиле. Значит, ключевые… Вообще, почему эта концепция возникла? В 80-х, там в середине, начале и конце, как бы все в Computer Science пришли к базовому согласию, компромиссу по трем вещам. Первое – это по repetitive конструкциям, то есть типа while, for, так далее, там do while, потом по альтернативным конструкциям, это if, else, так далее. И, наверное, самое ключевое про то, что называется Normal Sequential Program Composition. Это, короче, когда ваша программа выполняется построчно, ну и разделение какой-то типа точки с запятой или, неважно, зависимость от языка, или скобки, или еще что-то. То есть по этим трем концепциям все достигли консентуса, все было понятно, о всех языках они в той или иной мере реализовывались. А взаимодействие между процессами на тот момент была как бы фишкой языка, и каждый язык делал свою парадигму взаимодействия между процессами. Мютексы и так далее. То есть не было такого консенсуса по сабрутинам, коррутинам и так далее. Ну и CSP тогда начали выкатывать все вот эти вот концепции. Одна из первых концепций была Ector Model, потом CSP, и в 78-м или 79-м году были промисы. То есть как бы все решали примерно одну и ту же проблему. Значит, про CSP. Ключевая концепция CSP — это канал. Значит, в канал мы можем положить сообщение или можем оттуда его достать. Ну или как бы достать тайм-аут, подождать чего-то. В общем, основные свойства канала — это блокирующая семантика. То есть когда вы ложите, и кто-то, и другой процесс ждет ваше сообщение, типа то, второй процесс блокирует выполнение до тех пор, пока вы что-то в канал не положите. Дуплекс — это значит, что вы можете как что-то ложить в канал, так и оттуда брать. То есть два процесса могут организовать взаимодействие. Кто-то положил, кто-то взял, потом наоборот. Потом indirect process communication — это важная фича в том, что вашим процессом не обязательно знать о друг друге что-либо в принципе. Есть канал — это как бы что-то, это то, через что вы взаимодействуете. А что там на том конце — непринципиально. Ну и как бы понятно, что одна из фич — можно легко реализовать удаленные каналы. То есть вы можете использовать какой-то транспорт, типа веб-сокеты или еще какой-то там API, типа положить что-то на сервер, сервер что-то взять, это все будет выглядеть как будто вы что-то просто взаимодействуете с каналом. В общем, коротко, быстрый пример, чтобы я потом рассказывал уже о чем-то, что как бы было понятно в виде JavaScript. Здесь два канала. Один канал ждет сообщения второго и просто их выводит. Ну и здесь мы типа вложим в канал типа единись, единись, ждем две секунды, вложим двойку, закрываем канал. Вот здесь концепция while true, вот это стандартная в фичных программах, ее легко реализовать, потому что здесь будет операция блокирующая до тех пор, то есть не будет while выполняться постоянно, он будет ждать, пока что-то типа придет из канала. Как бы схема выглядит вот так, то есть мы что-то вложим, получили, таймаут, ну и как бы пока канал закрыт, у нас выполняется while. Основные фичи CSP. Значит, ну понятно, мы можем типа объединять каналы. Как бы мы что-то пишем в один канал, второй канал, потом объединяем, потом это выглядит как будто сообщения идут с одного канала. В виде кода это выглядит примерно так. То есть есть два канала, мы их как-то соединили, ну и здесь есть какая-то карутина, которая высчитывает все это, как будто это один канал, как-то с этим взаимодействует. Ну второе фичи, что можно сразу два канала писать. То есть, например, у вас событие мышки, у вас мышка одна, но как бы по каким-то критериям вы отбираете в разных карутинах, что нужно там, что нужно здесь. Можно это дело разъединять. Это выглядит примерно так. Вот мы сделали mult, бла-бла-бла. В общем, и здесь мы сочетаем с первого канала. То есть мы их объединили. Понятно, что можно редюсить. Но в JS, в этой конкретной библиотеке под редюсом они подразумевают не редюс, а просто обычный мэп. Это называется редюс, но происходит обычный мэп. То есть на каждое сообщение вы что-то его модифицируете и присылаете дальше. Вы не можете остановить его выполнение. Выглядит это вот так. То есть вот здесь есть append. И типом мы редюсим. Сообщение пришло, прошло сквозь вот эту функцию и пошло дальше. Ну, как бы понятно, можно делать буферинг. Это уже легко. Получается, что можно указывать размер буфера. Можно получать только последнее сообщение, то есть дропать все, что приходит в канал до последнего, если оно не было вычислено. Ну, и можно сделать слайдинг в Windows, держать последние пять сообщений и просто двигаться вперед, если прошло больше. То есть всякие троттные можно реализовать очень легко. В общем, все это прекрасно и хорошо. И можно делать всякие прикольные штуки, типа Pupsub, применять трансдюсеры к каналам, то есть можно типа реальный редюс делать, можно типа миксить, можно временно останавливать сообщения с канала, типа мы этот канал сейчас не слушаем на паузе, через какое-то время по какому-то событию мы его опять слушаем. Ну, давайте как-то я покажу какой-то пример, который можно вместе разобрать, чтобы было к чему докопаться. Это типа схема программы, которую я вот дальше написал. То есть идея такая, что есть канал, есть два процесса. Один процесс говорит дай, второй процесс говорит на. То есть этот процесс первый ждет, пока фактически не получит значение, потом продолжает выполнение, потом опять ждет второй процесс. Опять кто-то ложит. Фактически это происходит здесь. В общем, все. В виде кода это выглядит так. Здесь половина, не большая часть кода занимает просто логирование. То есть представим, что этот код, который должен выполняться между тем, как мы что-то хотим взять с канала и что-то туда положить. Стрелочками обозначены строки, в которых происходит синхронизация между двумя этими коррутинами. То есть в этом случае я выполняю код до этого момента. И вот здесь я хочу получить сообщение с другого канала. Этот код выполняется тоже вот здесь. И здесь он ложит его. Потом я продолжаю выполнение. Опять жду сообщение с первого канала. С второго канала. Ну и как бы здесь его получаю. Здесь его выполнить. Получится что-то такое. Вот я сделал специально, чтобы было понятно, какая последовательность выполнений. Вот здесь я беру. Вот я здесь ожидаю. Сообщение пошло, пошло, пошло. И здесь вложу и так далее. Внимание, вопрос. Кто следил? Скажите, что здесь не так с этим кодом? С выводом. Я могу еще раз код включить. Что-что? Деваскрипта. Точно. Особенности деваскрипта. И это очень правильно, потому что в CSP, в изначальной концепции, оно должно выполняться именно таким образом. Положил, взял, жду, положил, взял. Но деваскрипта синхронная. Когда вы что-то вложите, оно вообще не гарантирует, что это сейчас будет взято с той стороны. Продолжается выполнение второго процесса до тех пор, пока управление не будет передано. Но чувак, который это написал, он понял, что он провстыкал. И он сделал вместо пута штуку под названием оффер. Оффер, который, форсит передачу управления дальше. То есть вот если в виде кода, то вот здесь я делаю не пут, а здесь делаю оффер. Значит, что мгновенно передать управление следующей курусине. Поскольку он не мультитредовый в JavaScript, и эти процессы на самом деле не параллельные, приходится как-то выкручиваться. Да, это типа немедленно отдать. Такая же есть альтернативная операция пул, немедленно взять. Неважно, есть или нет. Передает в управление. Да, дальше. Следующий тик уже будет вот здесь. Такая особенность. Но поскольку он выполняется все равно не параллельно, поэтому можно как бы подзабить. Вот пример типа более сложного взаимодействия и еще более сложного взаимодействия. Можно как бы три процесса между собой объединить. Вот. И все это прекрасно. Давайте реальный пример из жизни. Что из этого можно, из этих вот фич, из этих каналов, из этого взаимодействия можно получить? Какие бенефиты для реального проекта можно извлечь? Для примера я покажу там какую-то часть кода реального саджеста на нашем сайте. Это wall of code. Я чуть-чуть просто прокомментирую, что здесь происходит. То есть это реактовский компонент, который типа смотрит на события клавиатуры, которые придутся ему в пропсах. Ну и что-то делает. Собирает suggest. Это код компонента, чтобы было больше контекста. Здесь, насколько я понимаю, из кода никакого CSP вообще нет. Это просто обычный компонент. А вот здесь код, который оркестрирует этим компонентом. В данном случае есть некая абстракция listen, которая создает канал, слушает некий ивент, и в этот канал асинхронно шлет сообщение от источника этого ивента. В данном случае это клавиатура. Вот я здесь listen keydown. Все события keydown мне приходят вот сюда. И здесь классический while true, который не зацикливается ничего, потому что это генератор. И вот здесь он ждет любое событие keydown от клиента. То есть когда клиент присылает, нажимает на пулечку, происходят такие действия. Мы берем наш suggest по нашему API storage sync. Это типа получить синхронно по API какие-то suggest'ы. И потом рендерим этот компонент с suggest'ами, полученными по API. То есть очень просто. Никакого, никаких промисов, ничего вообще нет. While true читается вообще как угол дома. То есть взаимодействие такое, что там получили, типа слушаем keydown, происходит событие, делаем request, response, его возвращаем и рендерим компонент. Все очень просто. И у меня есть видос, как это работает. Интересно? То есть это вот CSP, который стоит за этим всем делом. Реальный код на реальном проекте. Все нормально работает. Вот. В общем, какой бенефит из всего этого дела можно получить? Благодаря CSP потенциально можно написать полностью синхронный код на фронт-энде. Никаких callback, никаких промисов, ничего этого, всего можно это избежать. Это будет код как на питоне. Совершенно прямо линейный, можно его легко читать и так далее. Что сейчас въездить вообще как бы на, скажем, рынке для написания синхронного кода. Потенциально сейчас с промисами можно что-то такое типа замутить. По-моему, там что-то promise all. И оно будет выглядеть как синхронный код. Понятно генераторы. Понятно async await. И еще там все эти rx.js и так далее. То есть все первые три это низкий уровень. То есть оркестрацию взаимодействия нужно будет как бы продумывать, писать самим. Это были высокоуровневые модели. rx.js, наверное, самая известная из них и самая свежая. Она там всего в 97 году была придумана. Чуть меньше 9 лет. И CSP. Что нужно, чтобы писать синхронный код? Ну, нужно некоторое, я называю там рантайм. То есть у нас есть набор какой-то конечной событий, которое происходит асинхронно на клиенте. Это там нажатие клавиатуры, там ходить по HTTP, веб-сокеты, таймеры, веб-воркеры, ну, как бы там мышка. Все. В общем, у нас все асинхронные ивенты закончились. Для того, чтобы начать писать синхронный код, нужно писать рантайм или где-то его взять, который это все дело пропустит сквозь CSP. Вот там пример этого лисона, который слушает какие-то события. То есть мы цепляемся на события дома и синхронно путаем в какой-то канал. После этого мы все уже можем синхронно писать в нашем же JavaScript коде. Вот пример того лисона. Я здесь слушаю mouse move, делаю буферизированный канал, где все выбрасываю, кроме последнего ивента. Ну, и это все дело вывожу в одной корутине. И во второй корутине я типа 3 секунды жду, потом закрываю этот канал и больше не слушаю эти ивенты. Ну, и пишу как бы interrupted. Ну, этот выглядит примерно так. То есть я двигаю мышкой 3 секунды, оп, все, я больше не слушаю этот канал. Он закончился. Ну, там та же самая идея с там Ajax. То есть можно там написать runtime и для этого дела. И все будет работать. Вопрос. Слышал ли ты о ECMAScript Observer? И связано ли это как-то с тем, что ты расскажешь? Нет. Там изменения просто объектов. Тоже source, то есть стримы, там map, reduce, все есть. Нет? Да, это есть практически во всех моделях как бы такого скромного взаимодействия. То есть, смотри, вот есть типа там три основные модели. Сейчас и самые популярные actor model, rx.js и csp model. Они более как бы в других языках, они более развитые. Обзерверы это rx.js. Наверное. Нет. Я слышал. Это все. Я больше как бы хорошо ориентируюсь про экторы. Значит, у csp, у экторов разница в том, что у csp каналы не именованные, а у экторов именованные. как бы в этом вся разница. rx.js это стримы. Наверное, ты прав. С обзервера это оно. Но всех этих моделей можно делать редюс и модификации сообщений по дороге. То есть мутабельные данные. Что? Мутабельные данные. Мутируются. По пути. Можно и так назвать. Хорошо. А еще вопрос. Ты показывал там реальный случай с автоподсказками. Это на продакшене, да? Да. Аж там заказывай. А как принимается решение использовать это на проекте или нет? Ведь, наверное, надо, чтобы все были согласны. А то, знаешь, если один человек напишет, а потом остальные заклюют. Ну, остальные люди, может быть, не понимают это все. И там кто-то напишет, а потом остальным разбираться с этим. Это точно вопрос шашечки или ехать. Это вот просто один в один. Если работает, так все, какая разница? Ну, нельзя же просто отбрать любую парадигму каждому разработчику, которому нравится, и фигачить проект. Мне нравится так писать, другому так. Наверное, надо решать, что мы используем, а что нет. Нет, не что используем, а сколько это ресурсов занимает. и все. То есть бизнес вообще решена, решена. Там файл сборки вырос настолько или настолько нет. Хорошо. Значит, если, допустим, я работаю с тобой в команде, мне не хочется так писать, мне никто не скажет, что давай пиши так же, как и все остальные. Если бы ты у меня работал, может быть. Ладно, не я, а кто-то другой. Когда будешь работать, поговорим. Но я не авторитарно. Просто, типа, там, этот проект вообще интересная очень его история. Мы сначала его дали на аутсорс, он был разработан, там, первый прототип был разработан аутсорсерами. И потом это дело взяли, типа, такие елки. Вот. И потом просто переписываем как бы по кусочку и по кусочку то, что там они написали. И там, когда у тебя Ajax запрос занимал 40 строк, стал занимать одну, типа, я не вижу ни одной причины писать по-старому. Я скажу, когда ты в следующий раз напишешь 40 строк, я скажу, fuck you. Переписываем. Вот. Можно ли сравнить React, JS с Angular? Если можно, то чем они отличаются вообще? Фреймворк, не фреймворк, библиотечка React.js как бы у нее очень четкая там простая одна задача. У нее простой лайфсайкл. Никаких там подводных камней нету. Оно или работает, или не работает. Или работает, или ты не понимаешь, как оно работает. Потом идешь читать и быстро разбираешься с проблемой. и это узкая простая задача, решается хорошо. Angular же противовес решил, что они хотят объять все необъятное, все, вообще все, все захватить. И dependency injection решили проблему с импортами в JavaScript и так далее, и так далее. Вот. И в какой-то момент люди, которые это начали делать, начали читать white paper вообще, что там произошло, не знаю. Короче, не резко поумнели, потому что эти процессы между Angular 1 и Angular 2 это просто какой-то квантовый сквачок в знаниях. Причем такое впечатление, что они просто там, не знаю, стоят на каком-то канате и вот у них еле получается вообще. То есть они вот еще чуть-чуть и все, и свалятся. Вот. Поэтому как бы Angular это путь куда, в общем, на него времени просто не нужно. Библиотека может поддерживать каналов. Сколько памяти. Сколько памяти. То есть мы должны исходить из среднестатистического компьютера, ну, системы машины у человека, правильно? Они легковесные, то есть они ничего не весят практически. Это все стримы, то есть можно как бы, то есть пока вы ложите, и если у вас нет буферинга, то просто по одному сообщению проходит сквозь канал, нет проблемы. Ну вот так, навскидку. С чем можно сравнить нагрузку, вот, ну вот создали мы пять каналов, там допустим, в каждом канале, там, от двух до шести входящих данных, да, вот, их производительность, то есть насколько это тяжело, вот с чем это можно, ну, как-то вот объяснить мне, мне просто интересно. тут как бы особенность джаваскрипта, в каждый момент времени типа происходит один тик event loop, в каждый момент времени мы обрабатываем только один, ну, как бы одну данную, давай так назовем это, поэтому сколько бы данных не было, этого ограничения мы от него никуда не уйдем. И мало того, в любой библиотеке, там, все что угодно написано в джаваскрипте будет так. Поэтому как бы тут мерить производительность вообще нужно с чем-то типа других моделей. Ну, у всех моделей присутствует это ограничение. Ну, поэтому как бы я не вижу смысла это обсуждать. Да. Ну, то есть, если бы было много потоков, если бы были какой-то динамический рост этих потоков, да, это важный вопрос был бы, то есть, стоимость бы каждого потока была какой-то, ну, была бы высокой. А в джаваскрипте это как бы